До празднования Нового года осталось меньше трех недель. Полки магазинов уже ломятся от обилия различных пиротехнических изделий. Сотрудники МЧС совместно с уполномоченным по правам предпринимателей привели ежегодное профилактическое мероприятие, в ходе которого проверили, соблюдают ли окружные предприниматели правила хранения пиротехники. В рейд отправилась и наша съемочная группа. Слово Александры Литковой. Хлопушки, бенгальские свечи и фейерверк. Без этих атрибутов не проходит ни один новогодний праздник. Пиротехнику окружные предприниматели традиционно завозят в последнюю навигацию. Люди уже начинают закупаться, уже покупают пиротехнику, но люди больше покупают пиротехнику ближе к Новому году, где-то начиная с чисел 20-х. Мы все почти за Новый год, до конца 31 декабря, почти всю пиротехнику распродаем. В этом магазине для пиротехники выделено отдельное помещение, где соблюдены все правила хранения. В другой торговой точке, которая расположена на первом этаже двухэтажного здания, отдельного места нет. Поэтому пиротехника хранится в контейнере на улице. Они находятся в контейнере на улице, так как у нас первый этаж двухэтажного здания, соответственно, в железном контейнере. Со всеми правилами мы ознакомлены. Продавцам было указано, что фейерверки, хлопушки и бенгальские огни не могут быть проданы несовершеннолетним. По итогам мероприятия во всех проверенных торговых точках города нарушений выявлено не было. В ходе этого мероприятия мы уже убеждаемся в очередной раз об ответственном подходе бизнеса к продаже пиротехники. Это и соблюдение требований по пожарной безопасности, это требования по хранению пиротехники, это требования по визуальному осмотру пиротехники. И в ходе этих мероприятий мы видим о том, что требования законно соблюдаются. Целью мероприятия не является проверка, не рейд, это профилактика. Во время празднования многие люди забывают об элементарных правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий. Между тем их нарушения могут привести как к пожарам, так и к различным травмам. Один человек подошел, на вытянутой руке фитиль поджег, и все отошли на безопасное расстояние, и наблюдаем за фейерверком. После того, как фейерверк сработал, также некоторое время нужно подождать, не подходить к нему сразу. У нас зимы достаточно много снежные, после сработки пиротехники можно присыпать снегом. Сотрудники МЧС провели в торговых точках инструктаж по технике безопасности и оставили памятки по применению.